Всем привет, с вами канал Максим Адзи и обзор Neighbors Back From Hell для iOS и Android. Я знаю, многие подписчики моего канала ждали этот обзор с нетерпением, но для тех, кто впервые узнал, что существует такая игра, я кратко не расскажу. И так Neighbors Back From Hell по сути представляет собой ремастер первых двух частей «Когда стать соседа», ну или по-английски Neighbors From Hell. Игра, где мы играем за главного героя, который должен пакостить своему докучливому соседу и смеяться. Я думаю, об этом рассказывать не нужно, потому что многие подписчики моего канала и так все это прекрасно знают. Итак, эта игра вышла еще в прошлом году для компьютеров и для консолей PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. И только сейчас она добралась до мобильных устройств на Android и iOS. Непонятно, почему THQ Nordic, компания, которая разработала эту игру, так долго тянула, почти целый год. Ну, тем не менее, портативная версия игры вышла, и давайте на нее взглянем. Итак, в мобильной версии у нас тоже все те же 28 уровней. Это 14 уровней из первой части и 14 уровней из второй части. У нас также по-прежнему есть те же самые возможности. Три жизни, возможность менять масштаб, переключать камеру на соседа, приблизить, так сказать. Ну и мини-игры тоже никуда не делись. Все осталось на месте. Однако, на интерфейсе появились две новые кнопки. Кнопка под значком Voodie. При ее нажатии показываются те места, на которые можно нажать, где можно взять предметы. В общем-то, для новичков полезно. И вторая кнопка, это иконка Voodie в правом нижнем углу, отвечает за режим хождения на цыпочках или простой ходьбы. Эти обе кнопки перешли к нам из мобильной версии первой и второй части. Которые тоже выходили на iOS и Android, а тоже от H-Kinordic. Но вы это, возможно, знаете. Казалось бы, очень классная игра, так вот хочется поиграть в нее. Да, я согласен, наверное, каждому захочется в нее поиграть. Но минусы у игры есть. Это баги. Баги, недоработки и другие косяки мы еще обсуждали в обзоре на стандартную версию на ПК и для консолей. И вот, в мобильной версии ни один баг, ни одну недоработку, ни один косяк не исправили. Хотя нет. Один косяк все-таки исправили. Это косяк с говном. Которое, когда подбираешь, в предыдущих старших версиях оставалось. А тут не остается. Это очень хорошо. Как и должно быть. Но других изменений в таких косяках, увы, нет. Да, нужно было исправить именно говно. Ведь это так противно. А на все остальное пофигу и так схавают. Наверное, так считают разработчики. Но больше скажу. Появилось еще больше косяков в мобильной версии. Например, иногда при запуске уровня звук может быть вот таким. Да, раздавающийся звук не очень-то приятен. Но, к счастью, такое происходит не очень часто. Корявые переводы и другие тексты тоже не изменились. Что очень тоже плохо. Проблемы текстов мы с вами обсуждали. Тоже. А теперь представляю вам самый смешной баг в этой игре, наверное. Да, да. Вы сейчас сами все видите своими глазами. Такой косяк я заметил только на уровне соседа за борт. Но на любом уровне. Если проиграть вот в этой мини-игре. Ну, то есть, если шкала дойдет. Вуди не будет здесь орать. И сосед не будет бегать искать Вуди. Может быть, это, конечно, упрощение. Но это все-таки косяк. Может быть, это фича. А может быть, это и косяк. Но когда достигаешь минимального количества пакостей. Почему-то над флажком на уровнях из второй части появляется курсор флажка. Выглядит не очень, если честно. Надо бы это исправить тоже. ПК-версии же не было такого. На уровнях из первой части этот косячок тоже появляется, к сожалению. Ну и последний косяк, который я хотел бы затронуть. Это то, что иногда, когда ходишь возле какого-то предмета. Может появиться облачко, которое должно появляться только во время игры на геймпаде. Это тоже как-то выглядит не очень. Надо бы это убрать. Кстати, про геймпад. К мобильной версии тоже можно подключить геймпад и играть на нем. Вот только, чтобы это сделать, нужно зайти в настройки и нажать смену устройства ввода. Так что, например, далеко не факт, что у вас получится поиграть в эту игру на Android TV. Потому что при подключении джойстика вы же там не сможете с сенсором по телевизору потык, чтобы включить эту настройку. Так что, увы-увы. Ну, в принципе, управлять в этой игре удобно. И на геймпаде, и с сенсорным экраном. Несмотря на все вот эти косяки, играть в эту игру все равно как-то даже приятно. Я ее прошел полностью. Ну, чтобы посмотреть, какие там были косяки и рассказать вам про них. Что ж. Ну, а теперь напоследок о цене. Игрушка стоит 349 рублей. И, как по мне, это будет даже выгодно купить игру вместо оригинальной первой и второй части. Это будет где-то на 200 с небольшим рублей дешевле, чем купить отдельно первую и вторую часть. Каждая из которых стоит 279 рублей. Покупать или не покупать эту игру, решение за вами. Очень надеюсь, что те очки и нордик все-таки одумаются и начнут исправлять косяки. Хотя я смотрю на ПК, как минимум. Они делать этого что-то не планируют. Но надеюсь, что хотя бы те косяки, которые в мобильной мерсе, мы с вами заметили, хотя бы их поправить. Ну, а на этом все. С вами был канал Максимадзе. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на стримский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры. Короче говоря, как я всегда говорю, с вас лайкос подписывайся, а с меня эпичные видосы. И всем благодарю за просмотр. До новых встреч и всем пока! Пока!